Два часа дня в Одессе в прямом эфире седьмого канала новости в студии Максим Малынов. Здравствуйте. Погоней с задержанием закончилось нарушение правил дорожного движения. Приехавший на красный свет микроавтобус не остановился по требованию полиции. Когда машину удалось все же заблокировать, находившиеся внутри люди попытались оказать сопротивление. В результате задержали четверых водителей и пассажиров, доставили в Приморский райотдел. Как выяснилось, это активисты скандально известной самообороны с канатной. Одесская патрульная полиция с погоней задержала на углу Троицкой и канатной микроавтобус Рено. Находившиеся в нем люди попытались оказать правоохранителям сопротивление. Сейчас все они задержаны и доставлены в Приморский райотдел полиции. Не реагировал на требования сотрудников полиции, после чего его задержали, они оказали сопротивление. Сопротивление оказали, а какое сопротивление? Не поддавались командам полиции. Задержанных четверо. По словам очевидцев, среди них активисты самообороны с канатной Виталий Кожухарь и Тодор Пановский. Их доставили в Приморский райотдел. А микроавтобус должна была вскрыть следственно-оперативная группа. Нас вызвали в подмогу, сейчас мы ждем следственно-оперативного. Группа приехала, осмотрела машину, посовещалась и снова уехала. А задержанных через три часа отпустили, составив админпротоколы. Больше подробностей резонансного задержания смотрите в следующих выпусках. Сергей Бандур, Алексей Барановский, Седьмой канал. Заседание по делу Грациотова снова перенесли в связи с болезнью пострадавшего. Сам Вячеслав и его адвокат считают, что это умышленное затягивание судебного процесса. Слушание длятся уже шестой год подряд. Напомню, что в августе 2010 года на Вячеслава и его девушку напали двое молодых людей. Которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Грациотов, защищаясь, нанес одному из них ножевое ранение, от которого тот скончался. А в Одессе накрыли большую нарколабораторию. Полицейские задержали двух одесситов, которые готовили амфетамин и экстази прямо у себя дома и в гараже. Там правоохранители нашли оборудование, опасные препараты и реагенты. Мужчины изготовляли наркотические вещества с помощью колб и прекурсоров. Все материалы были вылучены и направлены на экспертное исследование. За данным фактом, распочаток криминального проведения за частью 2 статьи 309. Незаконное производство, выготовление наркотических средств. Свою продукцию правонарушителей распространяли в ночных клубах города. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. В Одессе стартовала масштабная акция «На корме голодного». Участники благотворительного марафона собирают продукты питания для малоимущих семей. За три дня в приюте для бездомных «Новая жизнь» примут сотни нуждающихся семей. Они могут забрать продуктовые пакеты, которые для них купили на средства, выделенные благотворительным фондом штата Вашингтон. У нас четверо детей, и я думаю, что детям всегда им радостно иметь хороший бутерброд, какую-то хорошую сладость. Хотя бы этот паек даст на неделю спокойной жизни. И люди не будут задуматься о том, чем им есть и что им пить. Людей, которые оказались за чертой бедности сотни, их искали по спискам, предоставленным городским департаментом труда и соцполитики и детским благотворительными фондами. В первую очередь в него попали многодетные семьи, потерявшие кормильца или жилье. Обстоятельства в жизни, то есть у кого-то семейные, у кого-то, ну, я как отец пятерых детей, я понимаю, тяжело настолько жить, если не иметь какой-то дополнительный где-то доход. А если люди там, а если матери-одиночки. У нас сегодня, как я понял, три или четыре были детские дома семейного типа. Им тоже тяжело. Благотворительная акция «На корме голодного» будет продолжаться три дня. За это время организаторы планируют раздать больше тысячи продуктовых пакетов. И пока на этом все. Следить за новостями нашего телеканала, как всегда, можно на официальном сайте, в Твиттере и соцсетях. Но если вы стали очевидцем интересного события, телефон редакции неизменный. Звоните нам и рассказывайте. 726-32-26. Увидимся с вами меньше, чем через два часа. Оставайтесь на нашем канале. Спасибо, что вы с нами.